всем привет сегодня у нас ubuntu mate 1710 это дистрибутив который обладает волшебством под названием здравый смысл давайте разберемся ну и так в чем заключается здравый смысл это в достоинствах самой операционной системы а главное достоинство с операционной системы это конечно мэйд он же матэ логопеды поправит он же фор гнома 2 это традиция классическая убунта то есть дистрибутив хорошо пойдет людям которые сидели на старых версиях ubuntu ну и есть что предложить людям которые раньше не сталкивались с данным дистрибутивом это гибкость это легкость эта универсальность это современный подход дистрибутив подходит совершенно всем это и люди со старыми машинами это и люди которые гонятся за современными технологиями это люди которые подчиняются каким-то традициям присущим старым версиям ubuntu которые закончились на 11 версии дружелюбность пользователю на высоком уровне в пример с приветствия перейдем приветствия симпатично не правда ли так здесь у нас есть введение где мы можем узнать кое-что о самом дистрибутиве цели дистрибутива история создания оболочки что такое ubuntu что такое рабочий стол мэйд все вы здесь можете узнать довольно удобно не правда ли первичная информация введения далее возможности аналогично здесь по пунктам все у нас рассказано где брать игры как подключать телефон какие форматы поддерживаются какие форматы офиса далее безопасность обновление начало работы обновление дополнения драйвера язык раскладки опционные задачи допустим нажимаем сюда и мы можем установить дополнительные драйвера установить пакет микропрограмм это мы делать не будем потому что мы работаем с виртуальной машиной уже установлены виртуальные драйвера virtual box далее сообщества для того чтобы вы могли потроллить или вас потроллить есть он на google plus facebook и twitter чаще всего скорее всего оно будет англоязычное поэтому вам сто пудов только на ubuntu.ru там больше всего бунтологов и собирается перейти к чату это наверняка запустится какой-нибудь рц это дело древнее кому кто на то знает меня поймет рц это уже очень старая такая штуковина и программное обеспечение обратите внимание на магазин и сравнить его с магазином который в ubuntu gnome используется насколько он вообще уродский да я не понимаю почему вот эту программу приветствия не запихнули еще gnome 3 точнее ubuntu 17 10 по умолчанию сравните что там и сравните что здесь стандартные программы описание сожалению русскоязычного описания пока нет ну здесь ничего сложного в этом бы не я не вижу учебные игры всякие просто игрушки здесь вы можете например выбирайте шутер на и показывают шутеры гонки пазлы майнкрафт прямо с коробки можете установить нажимать install ну естественно это не пиратский лаунчер поэтому могут быть проблемы вам скорее всего придется литая лаунчер или м лаунчер устанавливали для комфортной игры так работа с графикой дарк тейбл блендер гим раф терапия естественно пинта инспейт ми пейнт афтерапии что-то здесь нету она естественно присутствует но это нужно лезть фильтр ее искать интернет это у нас здесь браузера adobe flash player можете установить ромиум firefox brave я не знаю что вообще за браузер такой друг бокс опера skype одним нажатием вы все сможете сна telegram underbeard transmission тор браузер you get вивальди офис но офис это и так понятно программирование то есть среда разработки звуки видео ardour audacity аудио рекордер чиз видеокабинка аусерда кодекс пак казан каденлив куда же без него коде и многое многое другое фильтр нажимаете выбираете найдете все что вам нужно уверяю здесь гораздо больше программ чем они в первичном системные утилиты всякие всяческие запись диска в примеру сенсор программа измерения температуры cpu терминатор альтернативный терминал kd connect программа для того чтобы с android контактировать более тесно универсальный доступ программа для инвалидов для людей с ограниченным доступом серверное программное обеспечение больше программного обеспечения это а но это установить сюда с гном software центр звучит как троллинг потому что после этой программы только наверное больной на голову человек вот это установит ну установка синаптика это я считаю святое дело потому что для людей которого принципе все вот эти графические приблуды не особо нужны я допустим без синаптика жить вообще не могу для меня лучше его нет для меня вот эти все графические магазины уже детский сад какой-то просто трата времени и здесь различные какие-то исправления здесь вы можете обновить систему и многое многое другое чем славился gnome 2 тем что здесь можно было очень красиво изменить интерфейс аналогично все из вот эти две панели и все содержимое все что находится на вот этих панелях это можно сказать своеобразные оплеты вы можете менять их расположение изменять цвет панели положение панели ну давайте зайдем сюда допустим свойства вы можете панель располагать снизу слева справа аналогично допустим сделаем так панель мы вернем сверху теперь нижнюю панель мы удаляем свойства немножко перекорябило все это дело но мы сейчас настроим давайте мы это все с панели получаем свойства снизу поэтому удаляем с панели поэтому тоже удаляем с панель давайте мы все удалим с панели вот это мы можем в принципе оставить добавляем на пленэ и мы можем в принципе самостоятельно составить так бриз к минимум добавить что это за брестками вот такой меню видите чем-то напоминающей Linux Mint. Давайте для красоты расширим панель. Вот это переместим сюда. Нажимаем прикрепить к панели. Добавляем следующий элемент. Добавляем список окон, где мы будем видеть, что у нас в данный момент открыто. Переместить видите, чем-то напоминает нам Windows или же Linux Mint. Можем сделать вот так. Свойства. Меняем значок icons. Открываем. Так. Давайте большие значки. И у нас вот такое аналог «Мой компьютер» появляется. Можем, конечно, переименовать. Если, конечно, переименуется, должно по идее. Вот видите, что у нас получилось. Получился «Мой компьютер». Прикольно, да? Далее мы можем сюда поместить апплет, отображающий раскладку клавиатуры. Свойства погоды. Корзину. Индикаторы всячески различные. Аплет яркости. Так. У нас еще какое-то дополнительное меню. Меню есть. Мы можем на него посмотреть. Вот такое еще меню есть. Ну, давайте мы оставим то меню, которое у нас в принципе и есть. В конце суть вы, в принципе, поняли, да? Ну, вот и погода. Нажимаем «Обновить». И должна показаться погода в регионе Брест. Ну, что-то сразу видите, она не показывает. Здесь можно все менять. Расположение кнопок можно менять. Можно изменять файл Манжи Кая. Это форк старого доброго наутилуса 2.30. Поэтому много-много различных возможностей. Получается очень гибкая и интересная операционная система с огромными возможностями. Не говоря уже о темах оформлениях. Но Gnome Look, сайт так называется, Gnome Look. Очень много тем оформления различных. Интерфейс вы можете превращать от Mac OS, а под Gnome 2 темы оформления в стиле Mac OS. Наверное, не под одну оболочку, столько их нет. Можете вот так сделать. Там, не знаю, там светлую тему. Не зеленую, а допустим, там белую. Вот, к примеру, Ubuntu тему такую. Здесь добавить в свойствах можно прозрачности. Фон, заливка цветом и немножко добавляете прозрачность. Видите, уже появилась прозрачность. Уже симпатичненько, не правда ли, смотрится? Можете вот так просто темку сделать. Зелененькую, да? Совсем другая система получается. Интересно. Обои, она, конечно, и вырвеглазная, но тем не менее. Чего, няшненько, да? Согласитесь, няшненько. Чего шепчу, народ, 3 часа ночи уже. Видео, скорее всего, выйдет только утром. Хотя уже практически утро. Хотел я его выпустить еще, получается, 23 числа, но, к сожалению, не получилось. Всего пару раз классного мы получили вот такой вот видон. Здесь есть такая программа под названием Plank. И у нас появляется вот такой вот док. Он даже вроде бы активный. Видите? И здесь отображается, и здесь. Поэтому мы можем просто снова зайти в настройки панели. Да, мы просто можем вот этот элемент убрать, удалить. Ладно, мы ничего трогать не будем. Короче, управление окнами мы удаляем. Отображение окон, точнее, мы удаляем. Оставляем док. Он у нас активный. Как в OS X. Все запущенное содержимое будет здесь отображаться. Теперь нам нужен центр управления. Смотрите. Конечно, это не S2, но, тем не менее, здесь огромное количество функций тоже аналогично собрано. И настройка локализации, и настройка меню. То есть заходим сюда. И мы можем редактировать все содержимое меню, которое будет отображаться вот здесь. Можем какой-то пункт добавить, можем какой-то пункт включить. Все довольно удобно. Настройка экрана, фаервола, мототвик. Вот что мы. Заходим сюда. Заходим в интерфейс. Тут мы можем размер значков, допустим, изменить. Стиль. Настройка панели. Окна. Менеджер окон. Мы можем изменить самый простой. То есть без теней. То есть если у вас слабая машина, ни теней ничего не будет. Вот оконный менеджер здесь. Движок сам по себе. Марк. В Gnome 2 был MetaCity. Здесь Марк. Есть Compton. Здесь есть Compton. Я рекомендую именно Compton. А есть Compise. С Compise могут быть проблемы. Давайте включим Compise. Вот включился Compise. У Compise, конечно, больше всяческих эффектов. И огонь, и вода. Смотрите, можем положение кнопок сделать как в Mac OS X. Давайте мы включим композитный менеджер. Марка. Пусть будет лучше так. Поняли принцип, да? Что касаемо программного обеспечения, то оно здесь относительно стандартно. VLC с коробки присутствует. Rhythmbox. Хотя VLC, знаете, в других редакциях может и не присутствует. То, что они сюда добавили, я считаю, это неплохо. Brassero. Cheese. Графика. Shotwell. Gimponet. Интернет. Firefox. Коробки. Почтовый клиент. Hunterbird. Transmission. Образования ничего нет. LibreOffice. Офисный пакет. В параметрах здесь сразу с копом. Куча всего. От запуска приложений закачиваем от AdWig. Системный. Это системный монитор. Терминал. Специальные возможности. Стандартный. Здесь у нас Pluma, блокнотик. Всяческие архиваторы, калькулятор. Ну, вы меня поняли. Ну, и центр управления. Все остальное вы можете получить через пакетный менеджер. Что можно сказать? Это, наверное, один из лучших дистрибутивов из линейки Ubuntu. Я бы сказал, что я бы его советовал бы. Я бы советовал бы Ubuntu. Я бы советовал с Ubuntu. Вот три на самом деле достойных дистрибутива. Ну, конечно, Ubuntu Mate отдельное восхищение данным продуктом. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.